Памятник Пушкину Памятник Пушкину Памятник Пушкин Памятник Пушкин 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 В Москве Пушкин и родился в 1799 году недалеко от берегов Яузы. Здесь раньше была немецкая слобода, где со времен Петра Первого и еще прежде селились иноземцы. Правда, о месте рождения поэта, как некогда о том, где родился Гомер, спорят несколько домов. Почти на протяжении полустолетия местом рождения поэта считали дом 57 на Бауманской улице. Но потом ученые оспорили это. Думали, что он родился здесь, на той же улице. Рядом теперь здание средней школы. А совсем недавно были обнаружены документы, согласно которым дом, где родился поэт, стоял на углу Малой Почтовой улицы и Госпитального переулка. Пушкин был крещён в уцелевшем до наших дней, но изрядно перестроенном Елоховском соборе. И получил имя Александр. Отец Сергей Львович Пушкин, человек небогатый, беспечный, своей городской усадьбы у него не было. Мать Надежда Осиповна, внучка Арапа Ганнибала, любимца Петра Первого, прекрасная креолка, как ее называли, имела слабость постоянно менять квартиры. Впрочем, большая часть детства Пушкина прошла в огородной Слободе, в Большом Харитоневском переулке, что между Садовым кольцом и Чистопрудным бульваром, во дворце князя Юсупова. Здесь одно время и жила семья Пушкиных. В семье Пушкиных чаще звучал изысканный французский язык, но бабушка его, Марья Ксевна Ганнибал, сумела приохотить маленького Пушкина к родной русской речи. Иной раз вместо прогулки он забирался в ее корзинку для рукоделия и готов был часами слушать семейные предания. Его называли ленивым, увольним, дикарем, но из глаз его, как вспоминают современницы, так и сыпались искры. Когда он подрос, его с сестрой стали вывозить на танцевальные балы, на детские вечера. Танцевал он мало, выглядел неуклюже, но, стоя в углу, он уже смешил всех французскими эпиграммами. Эти своды, стены, видел маленький Саша Пушкин и, наверное, заглядывал в эти окна. Может быть, самые яркие его детские впечатления связаны с этим дворцом. Пушкин сохранил память о Москве тех детских лет. В то время в Москву называли старушкой, в отличие от новой столицы Европейского Петербурга. В Москве от той поры водились беспечные хлебосолы, вельможи, оставшие двор, чудаки, проказники. И вот что писал Пушкин о Москве того времени. Невинные странности москвичей были признаком их независимости. Бывало, богатый чудак выстроит себе на одной из главных улиц китайский дом с зелеными драконами. Другой выйдет в Марину Рощу в карете из схованного серебра 84-й пробы. Третий на запятках саней поставит человек пять арапов и цугом тащится по летним уставой. Да, он помнил Москву своего детства. Со своим дядькой Никитой Тимофеевичем Козловым совершал далекие прогулки по Москве. Взбирался на колокольню Ивана Великого, любил смотреть на народные гуляния. Он жадно впитывал впечатление уличной жизни, прислушивался к живому гору московской толпы. Летом 1811 года Пушкина увезли в Петербург учиться в императорском лицее. Годы учения, службы, ссылки на юг и Михайловское. 15 лет не видел он города своего детства. В Москву он вернулся знаменитым поэтом. Как стосковался Пушкин по Москве за долгие годы. Как часто в горестной разлуке, моей изменчивой судьбе, Москва, я думал о тебе. Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось. Как много в нем отозвалось. После долгого пути к Москве, последней остановкой был Петровский путевой дворец, построенный при Екатерине Второй. Здесь отдыхали, меняли лошадей перед въездом в город. В сентябре 1826 года Александр Сергеевич Пушкин в сопровождении фельдегеля въезжал в Москву. Он ехал в Кремль на свидание с новым царем Николаем Первым, который намеревался простить его. Этим великодушным жестом Николай пытался как-то приручить Пушкина. В седьмой главе Евгения Онигина Татьяна Ларина впервые видит Москву. И думается, что нет никакого греха и нет ничего диковинного в том, что Пушкин в романе повторил свой собственный маршрут по Москве. После свидания с царем Пушкин поехал к дядюшке в османную часть Москвы. С Тверской путь лежал, самый хороший, самый короткий путь, лежал через Кузнецкий мост, через Мясницкую или Покровку. И Татьяна Ларина отправилась тем же путем, чтобы оказаться в плену Пушкинского детства у Харитонья в переволке. Прощай, свидетель падшей славы, Петровский замок. Ну, не стой, пошел. Уже столпы заставы белеют. Вот уж по Тверской вазок несется через ухабы. Мелькают мимо будки, бабы, мальчишки, лавки, фонари. Дворцы, сады, монастыри, бухарцы, сани, огороды. Купцы, лачушки, мужики, бульвары, башни, казаки, аптеки, магазины моды, балконы, львы на воротах и стаи галок на крестах. Пушкина закружила, взяла в плен Москва. Он был, как птица, вырвавшаяся из неволи. Первое время принимал все приглашения. Ездил в театры, на балы, переходил из гостиной в гостиную. Как давно он не слушал оперы, не видел балета. Публика в театре оглядывалась на него. Все повторяли его имя. В зале благородного собрания, где на балах случалось, бывало, до пяти тысяч народу, появление Пушкина было замечено сразу. Когда в этот сверкающий зал вошли двое молодых людей, высокий блондин и рядом живой, подвижный, с курчавыми волосами его спутник, это были поэт Боротынский и Пушкин. Все головы повернулись к ним. Вот он, вот он, повторяли в толпе. Вернувшийся из ссылки поэт стал первой московской знаменитостью. Многие старинные дома изменили с тех пор свой облик. В этом здании, ставшем со временем неузнаваемым, ныне гастроном номер один. Москвичи по старой памяти называют его Елисеевым. Мало кто догадается, что там, где теперь потолок магазина, в Белетаже раньше был знаменитый салон Зинаиды Волконской. Пушкин бывал среди гостей этого дома. Он слушал здесь вдохновенные импровизации Адама Мицкевича. Здесь часто звучала музыка, читались стихи. В Москве не менее 120 мест, связанных с именем Пушкина. И этот дом в Кривоколенном переулке хранит память о нем. В Москву из ссылки Пушкин привез рукопись трагедии Бориса Годунова. Шесть раз он ее читал в ту осень 1826 года. Дважды вот здесь, в этом доме, у поэта Веневитинова. Собралось человек сорок. Писатели, ученые. Историк Погодин потом вспоминал. Это был среднего роста, почти низенький человек, с длинными, несколько курчавыми на концах волосами, без всяких притязаний, с живыми, быстрыми глазами. Мы услышали простую, ясную, внятную и вместе пиетическую, увлекательную речь. Первые явления мы выслушали тихо, спокойно, но чем дальше, тем ощущения усиливались. Какое действие произвело на нас всех это чтение, передать невозможно. Мы смотрели долго друг на друга. Потом бросились к Пушкину. Начались объятья, раздался шум, смех, восклицание, полились слезы, поздравления. Пруды московского зоопарка. Ведь это бывшие Пресненские пруды. В стрину здесь играл оркестр, устраивались великосветские гуляния. Здесь часто видели Пушкина. И на старинной Пречистенке, нынче Кропоткинской улице, есть дома, где жили знакомцы Пушкина и где он бывал. В этом доме он не бывал никогда, разве что проезжал мимо в санях или в карете. Но не знал поэт, как соединиться с его именем этот дом, ставший музеем, в котором свыше 20 лет его изучают, любят, берегут всякую связанную с ним подробности. Онегинский зал. Музея. Кабинет молодого человека воссоздан по описанию в романе Евгений Айнегин. Здесь есть вкус, цвет, аромат времени, фарфоры бронза на столе, янтарь на трубках Цареграда. В музее хранятся уникальные вещи. «Конторка», за ней писал Пушкин. «Шкатулка лейб-медика Арента», с которой он приезжал к смертельно раненому поэту. «Конторка лейб-медика Арента» «Локон волос Пушкина». Здесь собрано много редчайших книг, первых прижизненных изданий. Миниатюра. Портрет Пушкина той самой поры, когда он вернулся в Москву. Зимой 1829 года поэт впервые встретил Наталью Николаевну Гончарову и уже не мог забыть 16-летнюю московскую красавицу. Он написал сонет «Мадонна». Эти стихи были навеяны образом Натальи Николаевны, воспоминанием о ней. В углу моем, средь медленных трудов, одной картины я желал быть вечно зрителем. Исполнились мои желания. Творец тебя мне не спасал. Тебя, моя Мадонна, чистейшей прелести, чистейший образец. Вот белый зал той гостиницы в одном из номеров, в которой был написан сонет «Мадонна». Здесь же Пушкин последний раз виделся с Мицкевичем перед отъездом его из России. Гостиница, называвшаяся сначала «Север», потом «Англия», была любимым пристанищем поэта. Этот дом находится в бывшем Глиническом переулке. Готовясь к семейной жизни и думая прочно обосноваться в Москве, Пушкин нанял квартиру на Арбате. В канун свадьбы он устроил мальчишник, пригласив самых своих дорогих друзей. И среди них старинного приятеля, поэта-князя Вяземского, Языкова, поражавшего Пушкина самобытной стихией речи, огнем и силою своих стихов. Поэта Боротынского, чей талант Пушкин ставил выше других. Собирателя народных песен Ивана Киреевского, Дениса Давыдова, поэта знаменитого героя 1812 года. Но, пожалуй, самым близким другом его в эту пору был Нащекин. На мальчишнике Пушкин был печален, читал стихи на прощание с молодостью. По-видимому, эти стихи до нас не дошли. На другой день, вот в этом храме Большого Вознесения, что у Никитских ворот, состоялось венчание. С аналоя упала Евангелие и крест. В руках у Пушкина погаса свеча. То ли мы везу гер? Недобрая примета, сказал Пушкин. Вскоре он увез жену в Петербург от городских сплетен, пересудов, московских тетушек, самолюбивых, претензий, родни. И все же Пушкина всегда оттянула сюда, в Москву. И вот в декабре 1831 года извозчик подвозил Айсана Сергеевича к дому его друга Нащекина. Вот здесь, в Гагаринском переулке, ныне улица Рылеева, Нащекин в долгополом халате с Чебуковым в руках заключил гостя в объятии. Широта натуры, наклонной к роскоши и беспечность, ставившая его на грани щиты, таков стиль жизни этого человека. От гостей у Нащекина отбоя не было. Пушкин писал у Лужиня. С утра до вечера у него разные народы. Игроки, отставные гусары, стряпчие, цыганы, шпионы, особенно взаимодавцы. Всякий кричит, курит трубку, обедает, поет, бляшет, угла нет свободного. Что делать? Но Нащекин очень любя Пушкина, дрожил памятью каждой встречи с ним. И однажды, оказавшись при деньгах, заказал воспроизвести в миниатюре комнаты своего дома, где он встречался с Пушкиным. Миниатюрная мебель, картины, вещи сделаны были точно до самой малой подробности. Кукольный домик вызывал у Пушкина веселый интерес. «Рояль, на котором можно играть пауку», восклицал Пушкин. «У него в доме был пир», пишет он жене. «Подали на стол мышонка в сметане под хреном в виде поросенка. Жаль, не было гостей». В последние годы Нащекин лучший московский друг Пушкина. Причем, это был друг не по литературе, а по жизни. И необыкновенный, умнейший собеседник. Ведь это именно он рассказал Пушкину сюжет, впоследствии положенный им в основу поиск Дубровский. Это именно Нащекин обратил внимание на совсем тогда еще молодого критика Белинского. Нащекин жил вот здесь, в этом доме, в Воротниковском переулке, когда Пушкин навестил его в последний свой приезд в Москву в мае 1836 года. «Как я рад», говорил Пушкин, «что я у вас. Я здесь в родной семье». Жена Нащекина, Вера Александровна, вспоминала те счастливые часы, которые они проводили вместе в бесконечных беседах. А между тем до роковой дуэли оставалось 8 месяцев и 6 дней. «Узнай мой муж», говорила она о предстоящей дуэли с Дантесом, он никогда и ни за что бы ее не допустил. Не знал Пушкин тогда, что видит Москву в последний раз. Память о великом русском поэте уже полтора столетия хранит его родной город. в страну и нередичной Субтитры создавал DimaTorzok